16 апреля 2018 года российский тележурналист Сергей Медведев в своей программе «Загадки века» Показал передачу о хлопковом деле. В ней предоставили слово главному виновнику преступлений против узбекского народа Тельману Ктляну, где надо отметить, он показал свое истинное лицо. В свое время, в публикациях советских СМИ хлопковое дело констатировалось как банальная ошибка старых партийных маразматиков. Но, было ли это административной ошибкой? Ответ на этот вопрос можно получить, проанализировав политический крах, который произошел в СССР после всех этих, так называемых, хлопковых и других дел. По сути, это был результат запланированной политической технологии, которая использовалась сознательно, для создания управляемого хаоса в регионах с потенциальной угрозой отделения от СССР. С 1983 по 1989 годы, в течение шести лет следственная группа Генеральной прокуратуры СССР, под руководством Ктляна находилась в Узбекистане, где буквально терроризировала узбекский народ и сфабриковала сотни документов, по которым арестовывали даже ни в чем не повинных детей и жен, незаконно сидящих в тюрьмах. Были случаи доведения до самоубийства подследственных. Но справедливость восторжествовала. Следственная группа под руководством Илюхина, доказала факты грубейших нарушений, совершенных группой Гдляна при расследовании уголовных дел, сфабрикованных против тружеников села Узбекистана. Установлены факты, искусственного создания следователями Гдляновской группы доказательств, путем принуждения граждан, к даче заведомо ложных показаний об участии в хранении ценностей, полученных в виде взяток. Следственная группа Илюхина, поставила перед Верховным Советом СССР вопрос о привлечении Гдляна и его подельников к уголовной ответственности, причем дело в отношении Гдляна были направлены в суд. Дело в том, что на тот момент он был депутатом Верховного Совета СССР и одновременно депутатом в Армении. В связи с этим, требовалось согласие парламента, на привлечение депутата к уголовной ответственности, однако Верховный Совет СССР отказал следственной группе Илюхина. Верховный Совет дал лишь свое согласие, на увольнение Гдляна из органов прокуратуры, но не разрешил привлекать его к уголовной ответственности. Прокуратура Республики Узбекистан, несколько раз обращалась с письмами о высылке материалов уголовного дела, в отношении Гдляна и Иванова, по совершенным именно территории Узбекистана преступлениям, однако все письма так и остались без ответа. В выколачивании признаний доходило до того, что люди, не имеющие никакого отношения к преступлениям, ради спасения родных и близких сдавали свои личные сбережения, припрятанные детям и внукам на свадьбу, золотые и другие украшения, брали в долг деньги у родственников, знакомых. Установлено даже, что люди собирали деньги и покупали в магазинах драгоценности и передавали их, под страхом ареста, как вещи, якобы нажитые преступным путем. Такие изъятия, шли тогда по всему Узбекистану. Вдлян лично внедрил в практику незаконные методы ведения следствия, принуждая людей к даче показаний, путем применения угроз, шантажа, незаконных задержаний, арестов и издевательств. 25 мая 1989 года в Москве, Генеральной прокуратурой СССР, было возбуждено уголовное дело по фактам нарушения законности, допущенных следственной группой, возглавляемой к Длянам. Его самого, обвинили в коррупции и в других нарушениях при ведении следственных действий. Есть выписка из официальных документов, которая подтверждает преступную деятельность Гдляновской группы на территории Узбекистана. Как передают узбекские СМИ. Группа авторов, среди которых историки и публицисты, потребовали возбуждения уголовного дела на Тельмана Гдляна, фабриканта хлопкового дела, и тем самым восстановить историческую справедливость. Об этом они написали в совместной статье, опубликованной на сайте УЗА. Считаем целесообразным требовать привлечения к уголовной ответственности Тельмана Гдляна, как главного исполнителя преступлений против узбекского народа на территории Узбекистана. В связи с этим, прокуратуре Республики Узбекистан следует возбудить уголовное дело для публичного выдвижения обвинений по отношению к Гдляну, пишется в статье. Авторы статьи считают также, что следует возобновить процедуру обращения к Гаагскому международному суду, начатую бывшим заместителем министра внутренних дел Таштимиром Кахромановым, и через бюро Интерпола необходимо добиваться экстрадиции всех виновных лиц, которые фигурировали в группе Гдляна и Иванова. Невинные жертвы преступлений Гдляна, их родные и близкие жаждут восстановления исторической справедливости. Обращение подписали. Шухрат Саламов, историк-публицист. Махмуд Юлдашов, доктор психологических наук. Аламурот и Соколов. Пенсионер, бывший начальник политотдела ОВД Кашкадариинской области. Шакир Далимов, подполковник запаса. Акбар Мирзо, писатель.